друзья приветствую максим из мурманска прислал значит 4 образца вот два из них это у нас shell helix ultra и кт 530 c3 значит свежая отработка подписано что это торжковский шелл и два образца mobile но это будет в другом видео mobile 1 esp 530 значит описание автомобиля это у нас бмв x7 трехлитровый дизель 249 сил девятнадцатого года с небольшим пробегом 37 тысяч 300 километров мотор n57 d30 но эти данные я приведу здесь значит здесь все подробно расписано пробеги небольшие 90 процентов трасса гаражное хранение теплый гараж минимальный прогрев вот значит проверю свежая проверю отработку ну и через несколько секунд покажу вам результат так друзья надеюсь никто не успел уснуть смотрите значит результаты первым делом я решил показать корреляцию по пирсону это совпадение с ранее созданными маслами и здесь видите первая позиция это shell helix ультра данный образец похож на shell helix ультра и кт 99,51 процента значит эталон я создавал из образца из другого города был прислан вот здесь данный шелл заявлен как торжковский возможно некоторые отличия возможно но некоторая погрешность но видно что это shell максимальное совпадение с shell далее идет вот zik x7 кстати бмв x7 и zik x7 тоже c3 ну и так далее видите лукойл можете посмотреть и вот что я сделал наложение спектров видите под красной галочкой shell с буковкой r это значит записано это эталон вот верхние это красный это вот данный образец видно что полностью совпадают спектры но может где-то если увеличить минимальное отличие есть но вот сомнения в том что это shell нету то есть он оригинальный чуть-чуть где-то может быть от партии к партии гульнула там где-то больше где-то меньше сама база партии разные имеют разные показатели так но давайте приступим значит образец свежего видите подписано shell helix ультра нитрование окисления значит окисление говорит что эстеров здесь нет в данном масле противоизносных уровень противоизносных присадок 047 процентов это такой типичный уровень для среднезольника то есть здесь нормально фенольных 013 чуть чуть меньше чем в эталоне но видите здесь такие минимальные значения поэтому дам даже одна десятая будет играть роль 1 сотая на аминных 089 также как в эталонном масле было щелочное число 6 78 и кислотный 151 по щелочному напомню что это измерение по госту для отработки это заниженные показатели по отношению госту для свежего то есть свежие это было бы там 7 и 7 и 7 и 5 наверно 7 и 6 вязкость 1141 типичная для c3 в принципе там от от этих значений там до 12 может быть с антистоксов так следующий образец у нас отработка вот видите подписано бмв x7 5138 километров до обращаю внимание дизельный не увидел прибор слегка наросло окисление нитрования кстати минимальное изменение противоизносные присадки также как свежим видите тут тоже практически не сработались фенольный даже по моему на одну сотую больше стало вот но это и погрешность может быть вот и присадка статьи используется регулярно аминных 0,83 то же самое без изменений минимальное изменение в щелочном на 1 и 2 на 1,2 единицы и кислотная на примерно на пол даже чуть меньше на пол единицы увеличилась то есть масло отлично работает вязкость слегка просела на две десятки и вот обратите внимание 0,30 сажи сажи честно говоря для такого маленького пробега и свежего автомобиля многовато но здесь два варианта или владелец любит нажать на газ вот или все-таки эта система экологии которые оставляют сажу в моторе по преимущественно так но и вот прогноз значит к сожалению средней скорости моточасов нет поэтому приходится ориентироваться исключительно на километраж по километражу мощи нейтрализующие свойства 15300 в данном режиме в данном автомобиле масло выдержало бы отличный результат вот но здесь еще наложилось я считаю что вот хранение теплый гараж замечал да и минимальный прогрев видите по не трава нею 58 тысяч 400 практически то есть такой результат в том числе и с гаражным хранением хотя возможно повлияло и присадка в топлива каким-то образом ну и по вязкости тоже вы видели проблем нет да пожалуйста не забывайте поставить лайк подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уведомления ну мне кажется масло отработала отлично вот вполне подходит данному мотору учитывая то что это бмв и горячие моторы вот но тем не менее но здесь надо понимать что достаточно легкий режим эксплуатации значит 90 процентов трассы и вот гаражное хранение очень очень как бы поспособствовала я считаю именно вот по значению нитрования вот вот такой получился тест благодарю максима за предоставленные образцы поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю вас желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока